купила куколку фабрики звездочка мягко набивную куколка редкая достаточно дорогая вот шестидесятых примерно годов кукла сейчас посмотрим ее состояние и оценим какие работы предстоит сделать но что положительного этой куклы сохранилась прорисовка лица полностью практически и глазки и даже точечки на носике и румянец и брови и губки тело очень хорошем состоянии вот только нужно почистить то есть практически нету надрывов тело хорошее нету трещин никаких непонятно есть пайка была или нет но будем предполагать что нет единственный недостаток я считаю это парик парик сделан из современных волос кукольных тоже синтетика он легко снимается потому что закреплен горячим клеем сначала нужно снять парик почистить тело отделить голову почистить тело и набить заново его попробуем это все сделать главное преимущество горячего клея в том что он легко с пластика очищается не оставляя никаких пятен и других разрушений вот паричок вот такой незатейливый очень причем приклеен не очень аккуратно это мы его будем менять запоминаем как тело было сшито чтобы потом повторить и так тело я почистила все загрязнения убрала с пластмассовых частей заменила парик сделала парик из раме это крапива получился более натуральный парик чем из каниколона ну переплету еще когда соберу тело воедино и наполнитель буду использовать родной он не загрязнен без каких-то посторонних запахов поэтому его можно использовать при набивке тела коты балуются завершила я работу над звездочкой так называемой это куколка фабрики мягкой игрушки номер два на красной пресне или фабрика звездочка еще называется куколка примерно шестидесятых годов тельце мягко набивное у нее набита ватой конечности из пластмассы такая интересная у нее роспись 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 я не трогала вообще не подкрашивала она прекрасно сохранилась немножко у губок вытерта ну я думаю все должно остаться вот в таком виде что я сделала тельце почистила заменила парик куколка была приобретена уже замененным париком парик сделаны из каниколона судя по всему материал очень неприятный и неуместен для реставрации вот таких куколок на мой взгляд он очень синтетически выглядит я использовала другой материал это крапива крапива раме вот был сделан парик прошит по пробору на ткань приклеен по пробору дальше сделаны косички и закреплен на две точки клеем по бокам и прекрасно держится потом я парик переплела когда уже его закрепила и получился очень симпатичный паричок сшила я для куколки носочки изготовила обувь обувь сделала из кожи в стиле тех годов на шнурочках и панталончики сшила такие и старой ткани и старого батиста панталончики тоже посмотрела по каталогу какие у этих куколок были панталончики шила такие же платья тоже был такой соблазн поменять платье шить новое по каталогу но пока решила повременить и оставить платье которое было при покупке на куколке это очень такой достаточно непрофессиональный хендмейт но из ткани тех времен и старой ткани повидавшие виды и я только дополнила воротничком из винтажного такого кружева воротничок снимается тоже завязывается здесь получилась такая очень милая позитивная девочка прекрасная просто мне она очень нравится я очень мечтала о куколке фабрики звездочка и наконец-то я ее приобрела